Тем временем 8 семей в селе Миаском, это Красноармейский район, остаются без тепла. Они не захотели установить себе газовое отопление и неделю назад их отключили от централизованного. Работа котельной для пяти домов убыточна, да и теплотрасса 60-х годов находится в аварийном состоянии. Иван Лежнин посетил село и пообщался и с жителями, и с властями. Печи очень старые, мы раньше ими практически не пользовались, потому что центральное отопление было. Владимир Руденок впервые за много лет топит печь. Рассказывает, имеющихся дров хватит только на месяц, ведь запас был рассчитан только на баню. Надеялись, что этого хватит, но накануне на его улицу приехали экскаваторы и начали выкапывать трубы отопления. Начали выходной, мы начали звонить заму, главе, никто трубку не берет, как естественно. Все, в понедельник пошли к заму главы по ЖКХ, он нам заверил, что будет отопление продолжаться, все будем топить. Но прошло буквально три дня и начали, вот это все сказали, отопления не будет, будет углубление трассы. Жители села Меаскова бьют тревогу. Пять домов по улице Ленина отрезали от центрального отопления. Под ударом оказались семьи бюджетники, одинокая пенсионерка, мать-одиночка и многодетная семья с особым ребенком. Им предлагают последовать премиуродно сельчам, перейти за свой счет на газовое отопление. Перевести дом на газовое отопление обойдется в среднем в сумму около 200 тысяч рублей. Но даже сами работы занимают довольно длительное время. Сначала месяц на сбор документации и рассмотрение заявки, и потом еще столько же на составление проекта и сами работы. Итого получается, если начать прямо сегодня, то потеплеет в домах только к Новому году. Два года назад за счет средств областного бюджета поселок газифицировали и всем разослали уведомления предложения перейти на газовое отопление. Но жители не перешли и их подключили к центральному, к котельной. На такую же ситуацию понадеялись и в этом году. Но, увы, власти решили ее не подключать, так как работа котельной для пяти домов была бы неэффективной. К тому же теплотрасса 60-х годов и находится в аварийном состоянии. Ее реконструкция обошлась бы более чем в 4 миллиона рублей. Такую трату средств сочли нецелесообразной. Ведь из 84 домов только 5 не установили себе газ. Жители обратились в прокуратуру. Служители Фемиды нашли нарушение и вынесли предписание. Мы считаем, что в любом случае согласие должно быть получено всех потребителей тепловой энергии. Без их согласия отключать инженерные сети, именно тепловые, администрация не имела права. В самой администрации заявляют, бросать в беде своих жителей никто не собирается. В несколько домов на выходных привезли электрические обогреватели. Но из-за их работы плата за электричество увеличится в разы. Да и старые сети попросту могут не выдержать такой нагрузки. Администрация района предлагает еще один вариант. Помочь ускорить срок подключения газу вдвое. Мы же предлагали жителям, что мы подключаем административные ресурсы. То есть в течение 2-3 недель это возможно сделать. Возможно сделать и параллельно. То есть делается проект, делается работа сами. Мы готовы идти на встречу. Приходите, что там у кого не... У кого-то документы не в порядке, у кого-то там финансовые затруднения. То есть готовы рассмотреть эти вопросы. Проблему с отоплением в селе Мяском обсуждают в резиденции. В принципе, формально муниципалитет все исполнил. Хотя нужно было более активную позицию занимать. И не дотягивать это до октября месяца. Этим можно было заняться и в июне, и в июле. Проблему на контроль взяла общественная палата Челябинской области. За круглым столом обсуждают решение. Глава Красноармейского района заявляет, как один из вариантов выдать местным жителям льготный кредит в банке на установку оборудования под 12% годовых. Это заявление вызывает бурю негодования. 12% годовых. Но это сумасшедший кредит. Сейчас в некоторых местах ипотека ниже. После дискуссии приходят к выводу. Эта ситуация яркий пример отсутствия диалога между властью и жителями. И администрация должна сама идти на него, выезжать на место и экстренно предпринимать меры. Либо восстанавливать теплоснабжение через централизованное, пробрасывать новую трубу, либо решать вопрос с гражданами на приобретение газового оборудования, решать вопрос с подведомственными организациями. Нужно решать с банком по уменьшению процентной ставки за кредит. Есть специальный фонд по оказанию материальной помощи со стороны администрации, людям. Общественная палата области поставила задачу районной следить, как развивается ситуация и ежедневно отчитываться. Но и жителям необходимо идти на контакт, определять сумму, которую они могут вложить самостоятельно, так как финансовая помощь от администрации сможет покрыть лишь часть расходов на подключение. А вот какая она будет, должны определить жители с властью за столом переговоров. Иван Лежнин, Андрей Ярушев, ОТВ. 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 Иван Лежнин, Андрей Ярушев, ОТВ.